У нас есть парень погибших, у нас есть два пограничника, которые раненые. Это нигде не афишируется. Мы устали от лжи. Как мы можем доверять нашим властям, когда нас обманывают? Мы не знаем правды. Мы устали от этого. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. У нас дети в школу не ходят, уже третий год. У нас стоит дистанционка. Дистанционка стоит, у нас нет интернетов. Наши дети не получают того образования, которое должны получать. Представляете, кошмар. То есть они ни в одно учебное заведение не поступят. И мы за это переживаем. Сейчас идут праздники, кладбища. Люди не могут прийти на кладбище убрать, чтобы поставить хоть элементарно цветочки нашим родным, которые там сейчас. Нам запретили, потому что все заминировано. Нам сказали, идите лесом. Ну мы и пошли. Ну мы и идем до сих пор. Как жить дальше, мы тоже не знаем. У нас дороги, которые невозможно просто проехать. Вызови скорую. Да пока человека будут везти по скорости, он будет тяжелый, он просто умрет в этой дороге, в этой скорой. Погружаете огромное количество людей в депрессию, истерику и психоз. Ну не надо этого делать. Ну не надо все рисовать в каких-то сверх темных красках, да? Они не хотят сюда даже ехать к нам скоро, потому что у нас дорог нету. Нету дорог. Это просто какой-то ад. Братья, вы сегодня на передовой, на первой линии борьбы добра со вселенским злом. Не больше, не меньше. Именно так нам всем это и надо воспринимать. Никто, кроме России, кроме россиян, кроме наших братьев, Весь этот беспредел не остановит. Страна с вами, народ с вами, вы с нами. Огромное вам спасибо и низкий поклон. И вот то, что сегодня наш президент, наш верховный главнокомандующий приехал туда, где решается судьба страны, где идет реальное управление боевыми действиями, Это сигнал, в первую очередь, тем ребятам, которые на переднем крае. Он своим приездом им говорит, ребята, я с вами, я здесь, я рядом, я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю. Страна с вами, народ с вами, вы с нами. Я с вами, я здесь, я рядом, я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю. Освобождённые территории становятся частью России, то по нашему закону туда же можно завести срочников? Освобождение Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, на которых осуществляется военная операция, подчеркну ещё раз, решать своё будущее должны жители этих районов. Они должны сами определиться, в какой среде они будут дальше существовать. Запад начал системную войну на уничтожение Российской Федерации. Если Российская Федерация начнёт терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым. Они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде, куда, насколько у них хватит сил и возможностей. Естественно, я даже нет ни малейшего сомнения в том, что противник в случае нанесения поражения Российской Армии будет наступать и на Донбасс, и на Крым, и везде. Вот ради передышки они могут пойти на краткосрочные перемирия для того, чтобы восстановить свои силы и ещё немножечко поддержать перед кремлёвскими, то ли дураками, то ли вредителями, то ли в одном флаконе, морковку до говарника. Нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они всё равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооружённых сил. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно всё это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. И всё время вы врёте. Постоянная ложь. Здравствуйте на первом канале «Вечерние новости» в студии Максим Шрафудинов и коротко о главном. Ровно 100% показываемого путинской пропагандой враньё и фейк. Конкретный пример. Репортаж Первого канала про визит якобы иностранных СМИ в Херсонскую область. Другие российские телеканалы тоже это показали. И вот как раз Херсонскую область посетила группы иностранных журналистов. На Западе не принято рассказывать о том, как Россия помогает в восстановлении и оказывает гуманитарную поддержку людям на освобождённых территориях, а потому, увидев, как всё на самом деле, представители прессы были удивлены. Взять, к примеру, Каховскую ГЭС. Она под защитой российских военных. В первый же день спецоперации российские военные взяли её под контроль без единого выстрела. И с тех пор обеспечивают её бесперебойную работу. Ничего ни от кого не скрывая, в том числе от иностранных журналистов, которые работают здесь открыто. Итак, что это за иностранные СМИ? Всего в репортаже появляется шесть якобы журналистов. Посмотрим внимательно на каждого и увидим, что ни один из них не является журналистом и не работает в реальных СМИ. Первый. Томас Рёпер из Германии. Представляет издание «Антишпигель». Такого издания не существует. Это всего лишь название личного блога Рёпера, живущего, кстати, уже 20 лет в России. В западных медиа вообще об этом ничего не говорят, потому что начинаем с того, что все темы в одной блокаде Крыма, на Западе вообще не было темы, об этом никто не знает. Второй. Джон Марк Дуган. Тут даже первый канал не смог выдумать СМИ и написал просто. Блогер. На самом деле Дуган бывший полицейский из Флориды, получивший убежище в России и живущий уже шесть лет в Москве. Медиа на Западе пишут, что русские потеряли Херсон. Давайте серьёзно. Будь то правдой, разве я бы тут стоял в футболке? Я бы стоял в жилете, каске. Не факт, что я бы тут вообще был. Третий. Журналист в кавычках не показывает своего лица, не называет имени и реально убегает от телекамеры. Утверждает, что он из агентства Франс Пресс. Но разговаривать отказывается. Понимаете, он настолько журналист, что боится публичности. Ну, тут всё понятно. Франс Пресс. Франс Пресс? Да. Но не, по правилам агентства мы не можем давать интервью. Четвёртый, почти как третий. Лицо не скрывает, но не называет ни имени, ни СМИ, в котором работает. Просто французский журналист. С той же степенью достоверности он мог бы сказать, что он зимбабвийский космонавт. Я французский журналист, но мы не даём интервью. Пятый. Алехандро Кёрк из International TV Network, Венесуэла. Информации о таком телеканале не существует. Об Алехандро Кёрке тоже. Более того, говорит Кёрк по-английски с, ну, совершенно не испанским акцентом. Вне камеры они рассказывают, как ВСУ ими прикрывались, как живым щитом, как Азов уничтожал их дома, стрелял в людей. На камеру они боятся это говорить. Шестой. Афанасий Авгиринос из Греции. СМИ, которое он якобы представляет, не названо. В сети есть упоминание, что он работает в Open TV. Но что это такое, неизвестно. Да, живёт Авгиринос в Москве. Причём уже 36 лет. Аж с 1986 года. Ещё с советских времён. Я вижу, что Европейский Союз превращается в анизирование в какую-то структуру. И НАТО, в том числе, ну, какая-то верхушка этой организации, желает, чтобы вот эта война продолжалась и продолжалась. Итого шесть иностранных журналистов в кавычках. Двое вообще отказались представляться. Трое давно живут в России и ни в каких иностранных СМИ не работают. А о шестом, как я его, телеканале нет никакой информации. Так что напоминаю. Путинская пропаганда врёт всегда и во всём. Причём врёт бездарно. А потому это враньё очень легко вскрывается. Помогайте распространить. Ну и напоследок. Те, кто смотрят все федеральные СМИ, даже не пытаются проверить дезинформацию, вливаемую им в уши. Хавают всё. На это и рассчитано. Предсказание Киселёва сбылось. Меня зовут Дмитрий Киселёв. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами. Потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. Так же, как художник, имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком. И сказать, что я так вижу мир. У меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права. Потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран. И должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор. Мы всё-таки говорим о профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о people have it, то он будет хавать постоянно снижение уровня. Ещё пошлее, ещё галлее, ещё любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил people будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдём. А ниже уже опуститься будет нельзя. Редактор субтитров А.Сёмкин